МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еду. 3-4. Вот сейчас сахар у нас, вот ей чувствуется, ей плохо. Конфетку принеси. Карамелька, как лекарство. Когда игла прокалывает палец, двухлетняя Полинка даже не плачет. У нее уже давно исколоты все подушечки. Диагноз диабет девочки поставили больше года назад. С тех пор эту процедуру приходится делать раз по 10-15 за день. До еды, после еды или как сейчас, когда девочке становится плохо. 4. Не так уж повысился. Тарелка супа и 20 граммов хлеба. Чуть позже еще будет 90 граммов яблока. Все четко, как в аптеке. От этого теперь зависит жизнь дочери, говорит Людмила. Три хлебные мы умножаем на 0.55. Это идет у нас расчеты. Делим на единичку. У нас получается 1,7. Это только сначала мама терялась в расчетах. Теперь ночью разбудить не ошибется в дозировке. Диагноз сахарный диабет кардинально изменил жизнь семьи. Сначала инсулин кололи по старинке шприцами. Но из-за того, что ребенок слишком мал, дозу рассчитать было невозможно. И прошлым летом Полине установили помпу. Точность дозировки и еще ряд преимуществ помпы позволили значительно улучшить обменный процесс у девочки. Случай Полины редкий. Диагноз девочки поставили в 11 месяцев. Установка помпы, возможно, спасла ребенку жизнь. И уж точно избавила от серьезных осложнений. Но теперь семья Володьковых столкнулась с другой проблемой. Обслуживание прибора слишком дорогое. В использовании дешевле введение инсулина шприц-ручками. Это однозначно. Почему? Потому что помпа сама по себе достаточно дорогой прибор. Дорогое средство для введения инсулина. Но еще к ней имеются расходные материалы, которые тоже стоят достаточно больших денег. Мы колем, колем, продолжаем. И вот сейчас, ну, так вот до сих пор мы колем. И нам сказал врач, что, к сожалению, пока может спасти, ну, держать уровень только помпа на сегодняшний день. Еще никто не вылечился от сахарного диабета. В семье их двое. Кроме Полины есть еще Костя. Старший брат вовсю опекает девочку. Даже научился измерять сахар в крови. Правда, растить двоих детей родителям непросто. Около 220 тысяч рублей. Именно столько семья тратит в год на расходные материалы. Папиной зарплаты мама постоянно с Полиной не хватает. А отказываться от помпы никак нельзя. Помочь малышке можете вы. Одно СМС со словом «Дети» на номер 5542 для вас обойдется в 75 рублей. Для семьи Полинки оно бесценно. Ведь от коротеньких сообщений зависит жизнь этой девочки со сколотыми пальчиками. Ольга Маркова, Олег Буанов. Новости. Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова